Девушки отдыхают Так кто теперь будет злодеем? На этот животрепещущий вопрос мы попытаемся ответить сегодня. И кто может сделать это лучше, чем Ивон Страховский, играющий в Сирену Уотерфорд, и покинувший нас Джозеф Файнс, игравший ее злополучного мужа Фреда? Мои соболезнования, и ты выглядишь намного лучше, чем в конце серии. Рада видеть, что ты в полном здравии. Смерть не такая уж страшная. У тебя она получилась очень элегантной. Спасибо вам обоим, что присоединились. Очень важный вопрос. Кто, по-вашему, теперь примет эстафету главного злодея сериала? Это большое дело. Касательно Сирены, она постоянно что-то замышляет. И она точно все это время что-то планировала. Это странно. Она скоро будет мамой, так что она более... Ей нужно стать более заботливой, стать матерью. Но в то же время, как одновременно с этим продолжать закрывать глаза на свою человечность и сострадание, чтобы добиться своего, получить власть, которую ты так жаждешь, чтобы выжить? Ты прекрасно все сказала, Ивон. Но мы все знаем, что Сирена страстно влюблена в Марка Туэлла. Так что, что бы мы ни говорили, сейчас все сводится к тебе и Марку. Да, ты абсолютно прав. Я хочу вернуться к главному вопросу, кто же будет злодеем? Что думаете насчет кого-то вроде Лидии в этой новой для нее роли? Потому что Лидия в такой же степени предана своему делу. Да? Она к этому близка. Она знает, как там все работает. Она неустанно наблюдает, и она понимает, какой это жалкий патриархат. Она умеет контролировать умы. Тетка Лидия – выдающаяся женщина. И, несомненно, она боец. Да, мне кажется, Лидия вполне может смягчиться. Я не знаю, мне кажется, она меняется. Это видно по тому, как она обращается со служанками. Свои обязанности она исполняет по максимуму. Возможно, все это заставит ее задуматься. А может, она просто начнет убивать остальных командоров потихоньку. Еще мне очень интересно проанализировать Ника. Мы продолжаем видеть в нем новые перспективы. Его любовь к Николь, неизменная любовь к Джун. Но я не до конца понимаю, на чьей он стороне. Каким вы видите дальнейшее развитие Ника? Да, да, я согласна. Очень трудно определить, куда он движется, оставаясь в Галааде. Да. Сейчас Ник возглавляет отче. Верно? У него, очевидно, стало больше власти. Ему хватило власти организовать этот обмен. Ну или он отчасти его организовал. Он передал Фреда в руки Джун. Забрал его у Лоуренса, который очень влиятелен. Ему предстоит многое сделать. Интересно будет посмотреть, будет ли он помогать людям перебираться через границу или как-то помогать сопротивлению. За этим будет интересно наблюдать. Да. Или интересно также узнать, почему он остается там. В чем его мотивация? Он на той территории, куда он отвез Фреда. В лес, в нейтральную зону. И он примерно там и находится, где-то между этими сторонами. Он на нейтральной территории. Очень образно и символично, что именно там случилось это событие. Как думаете, Ник способен быть злодеем? Я думаю, да. Я понимаю, о чем ты. Но ведь была какая-то причина, по которой он изначально на все это согласился. В прошлых сериях мы видели немного его предыстории. Он ведь присоединяется к ним и добровольно соглашается в этом участвовать. Верно? Так было? Он уже ступил на этот путь с Джун. Окончательно и бесповоротно. Во многом эта дорога для Ника открыта. Мне интересно смотреть, как Джун понемногу вступает на тропу злодея, потому что мы видим ее сопротивление, ее борьбу. Она движется вперед, несмотря ни на что. Но какой ценой она это достигает? Да. К тому же, когда ты не добиваешься справедливости, Марк Туэлла прямо говорит, Джун, в твоем случае справедливости не будет. Фред выйдет на свободу. И вот что происходит, когда ты понимаешь, что тебе придется взять дело в свои руки. И вон затронула интересную тему. Парадокс мести. Да, в этом сезоне выделяется тема свободы. Да, Джун сбегает, но во многом она все еще несет в себе все ужасы Галаада. Она становится монстром, которого хочет уничтожить в лице Фреда. Это очень интересный парадокс. Из героини она становится антигероем. А через что прошел Люк? То, что он увидел. Мне нравится этот крах. Его мир перевернулся, потому что она уже не тот человек, которого он знал. Только представьте, что вы видите свою возлюбленную и знаете, что она кого-то убила. И вы видите в ней перемены. Она изменилась навсегда. Это как сражаться на войне. Как после этого вернуться в мир? Как вернуться к обычной жизни? Да, правда. А теперь давайте вернемся к нашему уже вытрепещущему вопросу. Я заставлю вас сделать выбор. Джо, кого ты видишь главным злодеем следующего сезона? Главным злодеем? Если судить по количеству убитых людей, я бы сказал, это Лиззи Мосс и ее Джун. Я думаю, я за тетку Лидию. Электрошокеры рулят. Я тоже голосую за нее. Не могу выбрать между Лидией и Джун. Я думаю, Джун потенциально может продолжить в этом направлении. А разве сейчас есть путь назад? После такого разве можно восстановиться? Мне вот интересно, вынашивает ли Сирена что-то вроде ребенка Розмари, такого же ужасного, как Фред. Может, мы когда-нибудь увидим сезон, в котором злодеем будет сын Фреда? Может быть, он будет злодеем? Спасибо тебе за уделенное время и за потрясающую работу все эти сезоны. Не знаю, увидим ли мы тебя снова, а то сценаристы сейчас любят возвращать умерших персонажей. Будем на это надеяться. Большое вам спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо тебе. Что ж, сезон окончен, и Фреда постигла его участь. Но это не значит, что наша беседа окончена. Продолжайте обсуждение по хэштегу «Животрепещущий вопрос». Большое спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова